Дачники садового товарищества «Мичуринец» уже несколько лет борются с нерадивым соседом, который навалил на берег реки гору старых покрышек и назвал это берегоукреплением. Сотни отработанных шин не только вкопаны в землю, но и валяются вокруг. «Вода поднимается, все колеса в воде. Это опять же рыба, это опять же экология». Дачники написали десятки писем в различные инстанции, в природоохранную прокуратуру, в областное министерство экологии, в районную и местную администрации. Реакции никакой. Приходят отписки с одинаковым текстом. Мол, обнаружено складирование отходов, с собственником участка беседу провели и указали на необходимость убрать. Но колеса и ныне там. На общей земле садового товарищества, которую этот товарищ загородил забором, прихватив несколько лишних метров. «Территория заканчивается от моей бани 7 метров. А остальной участок, это же он сам загородил. Сам убирать не собирается. Заявляет, будет решение суда, я уберу. А не будет, не мешайте». То же самое, но в более культурной форме ответил в своем последнем письме и глава Балаковского района Сергей Грачев. Он заявил, что использовать покрышки для укрепления берега можно, хотя еще годом ранее видел нарушение в складировании отработанных шин на берегу. «Согласно приложению 1 закона, сейчас не помню, 2010 года, укрепление берега колесами допускается. Открывая интернет, закон 2010 года не действует, он аннулирован. Зачем такие письма писать?» Автомобильные шины относятся к третьему и четвертому классу опасности. Токсины, выделяемые ими при разложении, вредят экологии, загрязняя почву и водоемы. И с 2021 года в России начал действовать закон, который запрещает использование покрышек во дворах и на газонах. Также категорически запрещено сооружать из них укрепления до берега, создавать спортивные тренажеры, детские аттракционы. Правоохранительные органы обязаны заставить собственников убрать колеса во дворах, на приусадебных и земельных участках. Но у нас полиция, реагируя на обращение дачников, ответила просто – состава для возбуждения уголовного дела нет.